Я хочу рассказать о человеке, который живет в нашем городе. Она очень уникальна, у нее очень своеобразное занятие для женщины. И чем она сейчас занимается, и что она делает, мы сейчас с вами и увидим. Город много-много названий имел, но у меня в паспорте, в свидетельстве о рождении написано Целиноград. Так что я из Казахстана, это моя родина. Когда я в 2012 году стала инвалидом, не знала, чем себя занять. И хобби рукоделия как-то было спасением. Сначала делала для себя, приходили подружки, ремонтировала для них бусы, сережки. До этого ездила часто по командировкам по всем атомным станциям. Где-то что-то покупала, какие-то там бусы, сережки. Мне это не нравилось, я все переделывала, как хотела я. Инструментов таких, как сейчас, у меня не было. Были обычные пассатижи и круглогубцы папины. Все инструменты, да. И делала так, как я это видела. Вот и все. Началось с того, что у подружки порвались бусы, и мы решили их сами сделать, отремонтировать. Получилось неплохо. Потом она приехала ко мне целым мешком. Я говорю, что это? Она говорит, а вот. Мы увидели бусы, сказали, слушай, у нас там столько лежит, надо что-то делать. Ну вот, привезли мне работу. Месяца два, наверное, я за всем этим делом ковырялась. Почему? Потому что не знала, за что браться. Села в интернет, заказала инструменты, фурнитуру. Узнала, что как называется. Для меня открытие было, что такое пины и так далее. Вот такие бывают крючки, на которые я вот собираю бусины, сережки делаю. Сколько всего вообще в мире изготовления бижутерии. Популярность украшений и любых изделий ручной работы сегодня очень велика. И это не случайно. Хендмейт никогда и никто не повторит, и его не встретишь в магазине. Кроме того, о целебных и магических свойствах разных камней известно с древних времен. Если для вас важен данный аспект, можно подобрать соответствующие камни для своего знака зодиака или ведущей стихии. Такая деталь туалета поможет найти дополнительное вдохновение в жизни, поможет в трудный момент. У Елены собрана целая книга о камнях-минералах. Знает все свойства камней, что вредно, что полезно, кому можно, кому нельзя. В процессе создания изделия требуются специальные инструменты. Это приспособление для того, чтобы завязать узелок между бузинками. Так как бусины все натуральные камни, чтобы они не царапались, между ними завязывают узелки. Или я ставлю бисер. Тогда интереснее смотрится. Много камень, поэтому... Если клиентка просит сделать на узелках, то, значит, будут узелки. Если хочет так, как я предлагаю, то получается по-другому. А основные это всевозможные кусачки. Они самые разные бывают. И для жесткой проволоки Мемори она очень твердая. Это расширитель бусин. Иногда надо сделать отверстие пошире в бусине. Особенно жемчуг речной натуральный. Там бусинки просверлены. Отверстия очень тоненькие. А иногда надо поставить их на более жесткую основу. Я использую основу и ювелирный тросик, и нить силамид. И специальная мононить. Она напоминает чем-то арбатскую леску. Но, естественно, она не тянется. Поэтому она совсем другого плана. И очень удобные вот такие вот кривые, такие круглогубцы. Чтобы делать, например, застежки на сережках, застегивать, да, и так далее. Поэтому инструмента очень много. Это часть, это основной. А так у меня целые две коробки инструментов. Потому что нужно то, то, то другое. Все зависит от материала, с которым ты работаешь. Говорить о свойствах, видах пород можно бесконечно. Тема весьма увлекательна. Но, как говорится, мастерство приходит с опытом. Почти 11 лет я этим занимаюсь. С 2009 года начала рукоделем заниматься. Сначала была коряво, не очень ровно. Не все получалось. Где-то что-то рвалось и так далее. Ломались там трусики, застежки. Но я училась. Ездила на мастер-классы. Но я трепетно отношусь ко всему, что я делаю. Поэтому у меня хранятся и мои первые изделия. Есть любимчики, с которыми я не расстаюсь. А есть вещи, которые можно увидеть сейчас. То есть, какой достигнут уровень сложности. Висят такие простенькие-простенькие бусики из бирюзы. Вот это самые первые. Но мне они дорогие. Пусть они немножко неровные, но тем не менее. Здесь использовано очень много материалов. И кристаллы Сваровские, и пайетки разных видов, оттенков и так далее. И малахит. Сделаны две пары сережек по настроению. Я люблю разные. А началось все вот с этого ожерелья. Вот колье с жемчугом Сваровские. И пейзажный такой камень. Называется он Хантигерит. Это был мой самый первый сложный, как сказать, вид. Это украшение. Почему? Потому что я приехала на мастер-класс вообще не владея этой техникой. Я не знала, что это такое, что такое кабошон. Для меня это вообще было открытие. И когда я выбрала этот камень, моя учительница сказала, ну ты выбрала самый интересный камень. И у меня даже с тех пор появилась такая любовь к нему. Моя Хантигеритная болезнь, как я ее называю. Почему? Потому что это камень хакасских шаманов. Очень интересный рисунок такой, пейзажный. Как будто картина в нем. Вот посмотрите внимательно. Потом я купила с новых Хантигерит и создала уже вот эту брошь. В ней даже кусочек золотой руды есть. Вот такая брошь получилась. К ней сережки. Какой красивый сердолик. Шикарный. Только природу можешь создать такой рисунок, правда? Человек его уже не повторит никогда. Поэтому все изделия, которые делала, они все в одном экземпляре. Повторить их невозможно. Это садолит, да. Здесь в породе идет кварц. Вкрапления вот такие сережки будут. Такая форма. И кулон или брошь еще не знаю пока. Жесткий фетр. 2 мм использую. С ним лучше работать, чем с единичкой. Тонковат. Чтобы появилось красивое украшение, его сначала надо придумать, нарисовать. Да еще с первого раза они всегда выходят. Приходится стирать и снова рисовать. Это рабочий, тяжелый, творческий процесс. Как рождается украшение? Я придумываю какой-то эскиз. Вот вижу камень, да? Кабашон. Купила и думаю, что же с ним можно сделать. И рисунок сам приходит вот так неоткуда-то. Раз и все. Как появилась вот эта брошь. Когда я купила вот этот агат Крэйзи называется. Почему? Потому что у него такой рисунок необычный. По-другому его и не назовешь. Сумасшедший красотый камень, поэтому он называется Крэйзи. Я его нарисовала примерно, думала так, да? Видите, много раз стирала. И в результате получился вот такой вот. Какая камень тут еще? Называется Крэйзи Агат. Крэйзи, потому что, видите, какой рисунок необычный. Редкий очень. А я работаю с натуральным камнем. Украшения из натуральных камней – это не только изысканно красиво, но еще и символично. С древних времен люди верили, что они обладают магическими свойствами. Одни излечивают душу, тело, другие оберегают, заряжают энергией. Правильно подобранный камень в украшении может творить чудеса. Возраст, характер, цвет кожи, волос и глаз, знаки зодиака – все это играет важную роль в выборе камня. Камни, они тоже, как люди, конфликтуют между собой. То есть, если поставишь… Вот, например, я сейчас собираю оберег. Здесь цитрин, малахит и лазурит. Камни очень красивые, натуральные. Но, опять же, в какой последовательности их поставить можно? Потому что они между собой конфликтуют. Поэтому я и собрала их именно в такой последовательности. Цитрин не должен быть с лазуритом рядом. Поэтому между ними малахит, который такой более-менее камень спокойный и относится дружелюбно к другим минералам. Особенно было сложно использовать друзы. То есть, камни не ровные, не обработанные, вот как эти, да, гладкие, полированные. Я сейчас покажу украшение и что получилось из него. Как сложно его было делать. Ну, как интересно. Тонюсенькая ниточка с тонюсенькой иголочкой. Или обшиваю его конетелью, тронцалом, да, жесткой конетелью. Вот как здесь, например, обшит. И уже потом начинаю плетать битером, чтобы камень играл, чтобы было интересно. Здесь у меня и перламутр, и стоит стеклянный жемчуг чешский, хороший, красивый. Вот, и пайетки. И так получается очень интересно. Это брошка, да? Да, это брошка, да. Очень такая необычная, интересная. Здесь листики как бы состаренные, золото-винтажные. Ну, вот такая вот она. Интересная и необычная. Главное, что ни у кого такой больше не будет, это однозначно. Делается прокол как можно ближе к камню. Закрепляется нитка. И уже дальше по всему контуру обшивается битером. Первый ряд, потом плетется второй. Мозаичное плетение, кирпичное. Их очень много видов плетений, которые я тоже осваивала. У меня есть книжка. Надо научиться подбирать цветовую гамму, чтобы камень не загасить. Камень должен играть. Надо уметь показать его красоту и оттенить его. Вот здесь очень хорошо видно у меня аметистовая жиода, да? В кулоне. Вот она так выделяется прям. Вот как она выросла в породе. Вот сиреневая, да? Это аметист. Вот такая же жиода у меня в кольце. Вот по такому же принципу я ее и обшила. Когда я ехала на Кавказ, 3 года назад, в поезде, народу было мало. Никто не мешал. Я, как всегда, с собой везу обязательно кабошончик, бисер, еще что-нибудь. Нарисовала вот такую схемку. И в результате родилась вот эта брошь и серьги. Это симбирцитовая жиода. Очень красивая, необычный камень. Здесь стоит перламутр. Сваровский. Пайетки. Вот такая красивая получилась брошь. Кабошоны все очень тоненькие, сразу говорю. Иногда спрашивают, ой, как можно носить такие тяжести? Сразу говорю, камни очень тоненькие, легкие. Поэтому носить их легко. И потом каждое свое изделие, которое я делаю, я проверяю на себе. Обязательно выгулю, вот как сейчас, делаю розовый кварц, проверяю. Хорошая ли застежка, не болят ли ушки и так далее. То есть проверяю качество металла. Фурнитуру, которую я покупаю. Фурнитуру я беру хорошую, чтобы было серебро, с родимым покрытием, гипоаллергенная. Очень часто идешь, и люди спрашивают, а где вы это купили? Я говорю, это я сама сделала. Ой, ну можно посмотреть. Вы его, пожалуйста, приходите. Часто бываю на ярмарках, на выставках. Вот очень люблю ездить в починок. Худр из Агурия, когда Дни Твайдовского проходит. Они меня ждут, всегда звонят. Говорят, Елена Федоровна, приезжайте, мы вас очень ждем. Люди спрашивают, а вот эта женщина с Десногорска будет? И так приятно. Думаю, ну вот, Смоленчина меня уже знает. Ну, а тут недавно был межрегиональный конкурс. Случайно удалось поучаствовать. Курское Всероссийское общество инвалидов организовала для таких людей, как я, конкурс по рукоделию в разных номинациях. И мои украшения в виде коллажа были представлены так, как сейчас идет ковид у нас, был онлайн-фестиваль. И отправили мои фотографии. Работа. И когда мне Татьяна Георгиевна позвонила, говорит, ты знаешь, что ты победила? Я говорю, в смысле? Она говорит, ты первая. Я говорю, да не, не может быть 18 регионов, 200 человек. Она говорит, да. Я так была рада. И вот недавно был юбилей. Мне вручили грамоту и подарок. Очень хороший такой массажер, который для таких людей, как я, очень полезен. Я реставрирую любимые бусы, собираю заново. Ставлю туда новую фурнитуру. Чищу и камни. Приносит она такие. Ты знаешь, говорит, вот валялись, валялись. Я говорю, приносите. И дарю им вторую жизнь. И приходит, он говорит, вот это, вот это мое? Да ладно. Я говорю, ну правда. Вот, поэтому человек потом одевает, говорит, слушай, это же я еще только буду носить. Я говорю, да, пожалуйста. Прежде всего, это радость. Это удовольствие. Вот то, что делаешь, людей радуешь. Это так приятно, когда вот отдаешь изделие, человек рад, счастлив, у него глаза горят. И ты заряжаешься тоже этой энергией, тоже тебе приятно, что ты не зря сидел, не зря тут мучился, пальцы колол, так далее. Иногда очень долго проходит процесс. Если человек талантлив, то он талантлив во всем. Так и Елена. Кроме умения изготовить изделия из камней, она совсем недавно научилась рисовать. Вот, научилась рисовать, тоже рада, потому что мне понравилось. Дочь говорит, подпиши обязательно картину. Самый интересный и необычный заказ был, была круглая елка. Круглая? Мне звонит женщина, говорит, моя мама хочет круглую елку. И когда через 10 часов она мне перезвонила, уже доехал водитель до Москвы, вручил. Она говорит, мама пищит от восторга. Говорит, она говорит, ура, она круглая. Я говорю, ну да, просили круглую, пожалуйста. Алена очень бережно относится к своим камням. Покупает специальные коробочки для них, чтобы не поцарапать. Очень удобно и приятно вручать заказчику. В конце нашей встречи Елена прочитала свое стихотворение. О себе. Когда на сердце радость и душа поет, то мысли навсегда эскиз мелькнет. Для картины или Серег, или Тапиаре в квартиру. Премьера все зовут меня, а потому что все впервые у меня. И в каждой вещи от меня заложена частичка сердца, тепла души и моего огня, Который я щедро раздаю, чтобы радость вы могли прочувствовать мою. Нося и лицезрея на творчество мое, вам будет радостно, спокойно, уютно и тепло. Я не творить не в силах. Руки сами все делают, а я лишь помогаю им найти те нужные детали, Что на эскиз свой набросать успела, когда мне ночью та идея прилетела. Мечтать и путешествовать люблю, ведь там я вдохновляюсь, а затем творю. Вот такие стихи получились ночью. Неожиданно, но вот так получилось. Желаем Елене здоровья и творческого креатива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Хочу вам рассказать про поисковый отряд обелиск, который нашел в Калужской области самолет и своими силами восстанавливает его вот прямо за этими воротами. Но вначале давайте посмотрим, как все начиналось. Самолет Л-2, который мы реставрируем, был поднят в 2015 году. В 2016 году началась реставрация. На данный момент мы подходим уже к последнему этапу изготовления крыльев. В планах самолет поставить на 19 августа 2022 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова